всем хаю хай я извиняюсь за то что роликов не выходил уже практически неделю сейчас у меня не слишком много времени чтобы снимать ролики есть свои дела свои проблемы но сейчас вот как раз у меня появилось свободное время у меня сегодня выходной день и как видите я подстригся вот и есть немного времени чтобы записать ролик хочу обратиться к такой категории своих зрителей которые пишут мне в комментариях что все что я рассказываю это неправда и что я пытаюсь сделать хайп на том о чем я рассказываю что вот это вот вся паника что я просто нагнетаю и как бы то что я просто как сказать желтая пресса так вот в май моих целях нету рассказывать всякую желтую прессу всякую и всякие выдумки на своем канале я пытаюсь обозревать именно то что происходит в израиле и в мире и то что я не стараюсь сделать на своем канале хайп чтобы повысить всякие там рейтинги увеличить количество просмотров на своем канале как бы мне это не совсем интересно я просто хочу говорить людям то что действительно сейчас происходит в израиле и скорее всего в мире и что это в большей степени отличается от того что нам рассказывают в телевизоре то что я говорил в одном из своих предыдущих роликов что сейчас начинают точнее то что предыдущем ролике я говорил что через примерно неделю будут делать третью вакцину людям старше 50 лет и действительно это все сбылось уже с этой недели начинают делать именно третью вакцину тем людям которым больше 50 лет хотя ранее говорилось что в этом нет необходимости вот и все в дальнейшем возраст людей которые будут делать третью вакцину будет падать и падать и кто знает чему это приведет сейчас затем израильское правительство оба обратилась компании файзер с просьбой чтобы они дали разрешение делать вакцинацию детям до 12 лет по поводу масок в торговых центрах то что я говорил в своем прошлом ролике как видите маска у меня в руке есть но это только для того чтобы одеть ее когда заходишь в сам магазин непосредственно если же ты находишься в торговом центре то есть торговый центр это большое помещение где есть много пространства ты не обязан носить маску и одевать как я говорил в прошлом ролике что был такой случай что в городе твери я на берегу озера кинэрод в торговом центре тоже мужчина был без маски у или же просто он не успел ее одеть его повалили на пол правоохранительные силы одели наручники и это все происходило из-за того что он был просто без маски или же просто не успел ее одеть вовремя таком центре самом таком центре без маски хочу не только я еще достаточно много людей и их никто не трогает их никто не обязывает в на простором помещении одевать маску только предупреждаю что если же ты идешь зайдешь в магазин лучше одеть маску чтобы не было никаких проблем и никто никого не валит на пол никто никому не отдывает наручники все проходит тихо и чисто мирно спокойно по поводу той записи что я слышал по радио как проговаривали некий айпи адрес и даже записал это на свое на свой мобильный телефон и выложил это в своем ролике это действительно так но не знаю почему я вот уже прошла практически неделя и больше я такого не встречал но я слушаю радио также продолжаю слушать радио и слежу когда же опять будет тот момент когда начнут проговаривать цифры радио чтобы опять таки записать это все и рассказать вам так как опять повторяюсь я на своем ролике выкладываю точнее на своем канале выкладываю ролики с тем что нам не говорят по телевизору с тем что от нас вытаивают и с тем что возможно не хотят чтобы мы знали я это все проверяю на себе все это стараюсь запечатлеть на диктофоне на камере и выложить на своем канале чтобы вы мои дорогие зрители были в курсе всего того что происходит в мире и не только в мире по поводу зеленого стандарта который нам опять в израиле якобы ввели начиная с этой неделе то есть с воскресенье это неделя у нас неделя начинаться с воскресенья поэтому я говорю с воскресеньем то есть там говорили что вот вы когда будете заходить в торговый центр или куда-то в магазины у вас будут проверять ваш зеленый паспорт либо же справку о вашей вакцинации и хочу сказать что сейчас когда я входил в торговый центр у меня ничего не просили показать им не зеленый паспорт не справку вакцинации и не справку о том что я переболел поэтому пока что я могу сказать что-то фейк но опять-таки нас уже начали пугать тем что в ближайшее время это все начнется и что будут все это требовать при входе в торговый центр и в магазин или же какие-либо помещения общественные хотя я сейчас работаю в сети спортивных товаров и нас как бы начинают потихоньку предупреждать что скоро это все будет и скоро надо будет мерять температуру и проверять зеленые паспорта на входе и у людей вот но пока что этого всего нету по поводу карантина и закрытия страны пока что тоже молчок но опять-таки идут такие дискуссии о том что надо будет закрывать страну вводить карантин но говорят о том что если это будет то это будет конец всему конец экономики израиля и все после этого многие магазины предприятия и частные предприятия не выживут а также обычные граждане тоже не смогут поворот это и попадут в глубочайшее банкротство да я еще не сказал такую интересную новость что сейчас у нас уже явно начинают путаться в цифрах по поводу зараженных людей с утра одну цифру пишут вечером другую цифру пишут могут с утра написать 6000 зараженных вечером написать 4000 зараженных могут за целый день написать 5000 зараженных за целый день могут написать 6000 зараженных творится непонятно что то есть они уже явно начинают сами путаться в показаниях по числе зараженных людей в израиле еще интересная одна вещь это то что происходит сейчас с погоды по всему миру я не помню такого чтобы настолько жарко было вот и также где в греции по моему пожары которые еле-еле удалось остановить и также у нас и в израиле почти каждый день что-то новое то пожара вспыхивает то поджигают израиль то опять пожары потому что буквально вчера у нас была новость о том что пожар подбирается к одному городу и срочно эвакуируют всех людей чтобы не пострадали люди потому что пожар подобрался непосредственно близко к жилым домам и сейчас я не знаю что происходит по поводу греции вроде бы там уже все тихо ничего об этом не говорят вот теперь я слышу постоянно какие-то новости о погодных катаклизмах с в израиле точнее по поводу аномальной жиры в израиле сейчас фотографировал свою жену на ее мобильный телефон samsung ноут 10 плюс и никогда такого раньше не было камера просто отрубилась и было написано что на улице сейчас уходит ну слишком высокая температура и телефон просто перегрелся вот это то что по поводу аномальной жиры сейчас кстати я также читал в новостях вчера что в израиля будет очень сильно дождливая осень потому что средиземная вот воды средиземного моря сейчас они из-за жары нагрелись очень сильно и именно из-за этого в израиле осенью будут сильные и продолжительные дожди конечно это очень хорошо потому что я думаю что все израильтяне любят когда идет дождь и я в их числе нахожусь на улице сейчас действительно очень жарко градусов наверно настя сколько там градусов не видно я так предполагаю что сейчас может градусов 40 потому что вчера новостях говорили что сегодня будет очень жарко и некоторых городах израиля температура будет выше отметки в 40 градусов у нас потому что мы находимся в районе тель-авива у нас как раз 40 градусов будет сегодня температура держаться наконец мы дома на улице сумасшедшая жара дома хорошо у нас кондиционер уже не выключается где-то второй месяц работает работает круглые сутки подряд потому что без кондиционера в квартире находиться невозможно и вот так мы с ним мы под ним спим мы под ним живем мы под ним отдыхаем все делаем под кондиционером потому что опять-таки сумасшедшая жара стоит вот так что все кому понравился данный ролик ставьте лайк все кому не понравился ставьте дизлайк пишите комментарии как вам ролик что вы думаете о том что происходит на сегодняшний день во всем мире если ты не подписан само время подписаться поставить лайк нажать на колокольчик и следить за моими роликами пока пока